Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белыч. Комиссия номер 5. Кто и почём приторговывает инвалидностью в Днепре? Школьный триллер. Почему ни одно учебное заведение на Волыне нельзя назвать полностью безопасным? На повышенных тонах. Что спровоцировало скандал в правительстве Германии? Замороженный флешмоб. Зачем китайцы грызут лёд и снимают это на камеру? В Закарпатье прошли акции, прирученные к 79-й годовщине Карпатской Украины. В Ужгороде провели памятный марш. В нём приняли участие члены националистической организации «Карпатская Сич», правого сектора и бойцы АТО. Скандируя «Слава Украине», они прошли по центральным улицам города, завершили своё шествие на старом кладбище. В колонне порядка 250 человек. Полиции было примерно столько же, включая главу нацполиции Сергея Князева, который специально приехал в область. Целую неделю правоохранители работали в усиленном режиме и обошлось без провокаций. Хочу отметить, что полиция Закарпаття очень достойно провела эти заходы и не допустила каких-то шовюністических или других хулиганских проявлений. Сюда были направлены дополнительные силы полицейских и национальные гвардии. Но своей присутностью ни полиция, ни национальная гвардия не спровоковала никаких негативных проявлений. Боевики обстреляли укрепления наших военных из гранатомётов на Донецком направлении. Огонь вели возле посёлка Опытное. Никто не пострадал. Накануне было неспокойно и на позициях в районе контрольно-пропускного пункта Майорск. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Эта дорога ведёт по купированную Горловку. До города всего лишь 7 километров. На нулевых позициях бойцы чистят и тщательно смазывают оружие. Накануне с ним пришлось поработать. Враг снова нарушил перемирие. Солдаты говорят, началось с того, что группа противника подошла к позиции очень близко и открыла огонь. Завязался бой. Солдаты ждали адекватно, почти из всего оружия, но не вскрывая наши основные огневые средства. Ну, с помощью справа, соседи помогали школьным огнем. Они были откинуты и отбиты. Военные утверждают, днём здесь в основном тихо. Недалеко расположен КПВВ Майорск. Боевики не стреляют, потому что каждый день до 10 тысяч человек с оккупированной территории проезжают здесь. Они направляются в мирную Украину за покупками. Но с вечера ситуация меняется. Об интенсивности вражеского огня свидетельствуют вот эти деревья. Они словно скошены. До перемирия, бойцы говорят, враг открывал огонь словно по расписанию. Как только закрывалось КПВВ, боевики начинали палить из пулеметов сразу с нескольких точек. А вот после перемирия, 5 березня, которое было, так протребилось у нас тут даже до после вчера. После ответного огня вражеская группа отошла, но стрельба со стороны противника продолжалась еще несколько часов. После вчера тут все даже не давали выглянуть зупо, чтобы поделиться, что делается. Бойцы говорят, перемирие немного связало им руки. На ответный огонь нужно дождаться особого разрешения. Оружие готово, время подкрепиться. Да, из блиндажа доносится аппетитный запах жареных блинчиков. Здесь командир отделения Александра и санинструктор Ирина готовят лакомства. Кто с чем захочет. Сгущенка, мед, варенье. Бойцы уплетают блины и идут отдыхать. Впереди ночь и боевое дежурство. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко убежден, что членство Украины в ЕС это вопрос нескольких лет. Об этом он заявил в интервью немецким СМИ. Президент пообещал продолжать реформу, чтобы Украина соответствовала всем критериям для вступления в НАТО и Европейский Союз. И отметил, что международные партнеры поддерживают нашу страну, в частности в борьбе с коррупцией. Отмена роуминга для Украины должна стать следующим шагом для сближения с ЕС. Об этом заявил заместитель главы МИДа Василий Бондар. В то же время в Брюсселе обсуждают, какой должна быть политика ЕС в отношении Киева. Все подробности знает Елена Абрамович. Украинский вопрос первый в перечне тем, которые обсудят министры иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник. Прибудет в Брюсселе глава украинского МИДа Павел Климкин. Группа стран, которые пристально следят за ситуацией в Украине, уже подготовила неофициальный документ. Не для публикации. Но нам удалось его увидеть. И главные замечания касаются реформ. Правительство не в полной мере реализует требования ЕС и МВФ. Активисты и эксперты гражданского общества предупреждают о риске отступления. Неполные изменения могут привести к снижению доверия к процессу реформ, усталости и разочарованию реформирования среди украинцев. Украина должна создать антикоррупционный суд и обязательно учесть при этом рекомендации Венецианской комиссии, говорится в документе. Евросоюз должен делать свои замечания Киеву, но делать осторожно, чтобы популисты не смогли этим воспользоваться. Ведь реформ проведено немало. Главная цель – помочь властям провести начатые изменения в полной мере. Мы должны четко указать, что политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС невозможны без тщательного и прозрачного административного политического и экономического преобразования. Сокращенного пути нет. Эту стратегию обнародуют руководителям внешнеполитических ведомств всех стран ЕС и верховной представительницы Евросоюза Федерико Магерине. Документ могут использовать при выделении макрофинансовой помощи Украине. О миллиарде евро Еврокомиссия уже заявила, но что потребует, должен решить и проголосовать парламент и совет ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Инвалидность за деньги. В Днепре в коррупции подозревают медико-социальную экспертную комиссию номер 5. Пока правоохранители проверяют законность выданных ими справок, главврач и трое членов этой комиссии сидят на больничном. Все подробности в нашем материале. С января все сотрудники медико-социальной экспертной комиссии номер 5 на больничном. Здесь даже двери опечатаны. В прошлом году правоохранители проверили законность выданных ими справок. А областные чиновники уже успели провести собственную внутреннюю проверку. Говорят, подозрения правоохранителей могут оказаться небезосновательными. Выявленные порушения или недолики складывают с правой областной медико-социальной экспертной комиссии номер 5. При этом суть данных порушений или недоликов имеет сутчевый характер. И как посадовых осіб медико-социальной экспертизы, экспертной комиссии, вбачается перевищение службовых повноважений и коррупционных деяний. Сейчас все сотрудники до сих пор на больничном русском. И поэтому административные мероприятия мы пока не можем к ним применить. Ветеран АТО Юрий Жолуди имеет третью группу инвалидности. Еще в декабре закончился срок действия удостоверения инвалида. С тех пор он ходит в МСЭК как на работу. Оригиналы документов в связи с расследованием сейчас в полиции. На руках у мужчины заверенные копии, однако их в комиссии не приняли. Ну тут все. От начала до конца, где я был, что, кто расследовал, кто принимал, смотрел анализы. Ну от пятки до макушки, до ушей. Но в итоге мы не отказали по непонятным каким-то причинам. По информации юриста областной МСЭК, правоохранители изъяли почти 700 медицинских справок. Две сотни из них содержат сомнительную информацию. Документы об инвалидности ветеранам-интернационалистам были изданы как под копирку. И у всех один и тот же диагноз. Шрам волосистой части головы – контузия. И это при том, что человек в течение 30 лет к врачам не обращался, нигде в больницах не лежал, нигде не лечился, на диспансерном учете не состоял, и вдруг у него шрам, контузия. В ассоциации пациентов подозревают, что некоторые пациенты могли договориться с сотрудниками МСЭК. Причем есть подтвержденные документально подтвержденные бумаги о том, что справки, которые они предоставляют нам МСЭК, многие, они поддельные. На сегодняшний день через компьютер просто тупо в эту справку вбивается другая фамилия, и вот вам новый человек со справкой о ранении. Следователи полиции ждут вывода в экспертиз, которые должны подтвердить, законно или наоборот незаконно выданы справки об инвалидности. В случае, если коррупционные схемы будут доказаны, сотрудникам экспертной комиссии грозит до 5 лет лишения свободы. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. Лидер радикальной партии Олег Лешко призывает правительство поднять минимальную зарплату пенсии уже на следующей неделе. Как аргумент, он приводит данные соцопроса, который показывает, что 80% украинцев недовольны своей зарплатой, а половина молодежи вообще планирует эмигрировать. Лешко считает, что минималка должна быть более 5000 гривен, а пенсия не менее 3000. Когда нам влада рассказывает о том, что нет денег для того, чтобы поднимать доходы, это не соответствует действительности. Потому что, когда в парламенте голосуются решения и прокурорам, и судям, и так называемым антикоррупционерам по 300 тысяч зарплаты в месяц призначают, вместо того, чтобы дать хотя бы 30 тысяч зарплаты в месяц врачу, лекарю, и другим категориям бюджетников, просто работникам. Во Львове на взятке в 105 тысяч гривен задержали главу райадминистрации. Чиновник систематически требовал деньги от местных предпринимателей. Решал различные вопросы, в том числе принимал на работу в органы местного самоуправления. Кроме квитанции о переводе на сумму более 100 тысяч гривен, правоохранители также изъяли и наличные деньги. И прямо на рабочем месте на взятке поймали начальника одного из подразделений миграционной службы Одесской области. По данным областной прокуратуры, чиновник, который отвечал за работу с иностранцами, получил 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал оформить для двоих граждан вид на жительство. Предполагалось, что они получат документы, заключив при этом фиктивные браки. Большая ссора в большой коалиции. В новом правительстве Германии первый скандал. Что стало камнем преткновения, знает Татьяна Лагунова. Проработали вместе всего несколько дней, а уже поссорились. Партнеры, поправящие немецкой коалиции, выясняют отношения. Дискуссию на повышенных тонах спровоцировал новый министр внутренних дел, консерватор Хорзе Хофер. В интервью одному из изданий политик заявил, ислам не является частью Германии. Дескать, в стране живут много мусульман, но это не повод отказываться от христианских традиций и ценностей. Своему министру ответила лично канцлер Уангелы Меркель другое мнение. Наша страна сформировалась под влиянием христианства, но в Германии живут также 4 миллиона мусульман, которые исповедуют свою религию. Эти люди тоже часть Германии, так же, как и их религия – ислам. Не поняли, за их оффера и мусульмане Германии, дескать, подобное заявление – это не что иное, как дискриминация по религиозному признаку. Все это очень грустно. Почему ислам не часть Германии? У нас в Турции много церквей, и мы не говорим, что христианство – это не часть Турции. Мы уважаем другие религии. Это ненормально. Все религии равны. Бог один. Раскритиковали за их офферы. Все крупные политические партии страны поддержала одна ультраправая альтернатива для Германии. Представители этой политической силы пошутили. Министр внутренних дел цитирует их предвыборную программу. А для баварского консерватора за их оффера это очень сомнительная похвала. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». На Волыне ГСЧС через суд закрывает школы. Учебные заведения не прошли проверку на соответствие нормам пожарной безопасности. Инспекцию эту Кабмин инициировал после трагедии в детском центре «Виктория». Почему спасатели не нашли ни одной полностью безопасной школы в этом районе, разбирались мои коллеги. Сегодня школа номер 13 в Луцке работает в штатном режиме. Но вскоре здесь могут приостановить учебу. Все потому, что сотрудники ГСЧС во время внеплановой проверки нашли нарушения. Как показали материалы проверок, там где-то с 2014-2015 года заходы капитального характера не выполняются. Что значит заходы капитального характера? Отсутна пожарная сигнализация. Обробка деревянных конструкций и горщ не действует. Отсутны первые средства пожарного осенья. Такое количество нарушений вылилось в административный иск. Сотрудники ГСЧС обратились в суд с просьбой остановить эксплуатацию учебного заведения. Мы имеем решение Волинского административного окружного суда от 27 лютого, в котором написано, что на звернение ДСНС позов за довольный полностью. И демова про то, что прекратить деятельность научного заклада до полного осуществления вымог ДСНС. Все нарушения в учебном заведении по мере средств пытаются устранить. Первым делом решили взяться за то, на что хватает денег. 80% всех порушений, которые считали ДСНС, они усунуты. Остается только сигнализация и обработка горща от пожар. Самое обладание, которое стоит очень мало, в зависимости от квадратуры, стоит от 80 до 300 тысяч. Обслуживание после взятия на пульт по каждому закладу в месяц будет стоить тысячу. Таких денег в городском бюджете пока нет. Поэтому в управлении образования готовят апелляцию на решение суда. Оскільки по данных корпусах частина порушений, которые были выявлены, работниками ДСНС уже были усунены. Есть соответствующие документы. Только на Волыне могут закрыть целый ряд школ. Сотрудники ГСЧС намерены судиться еще с десятками учебных заведений. По 30 материалах, которые даны нам местными подразделами, подготовлены позовные заявки к суду. Это было в прошлом году, в 2017 году. В прошлом году также подготовлены две позовные заявки. Закроют ли школу, теперь зависит от местных властей. Ведь именно они отвечают за безопасность школьников. Лина Зеленская, Снежана Сидорук, Николай Василюк, телеканал Интер, Волынская область. Псевдоремонт. Детская игровая площадка, которую с такой радостью менее года назад открывали в Ивано-Франковске, разрушается на глазах. Кто заработал на этой реновации? Куда теперь отправятся детям? Подробнее в нашем материале. Песни, танцы, радостные лица детей и торжественное перерезание ленты. Вот так помпезно в июле прошлого года в Ивано-Франковске власти открывали отреставрированную детскую игровую площадку. Не стесняясь в своих речах, чиновники на перебой хвастались результатами проделанной работы. Игровой комплекс советских времен после капремонта действительно преобразился. Разноцветные башни, мощеные насыпные дорожки, новые конструкции, подсветка всей территории. На все это из горбюджета потратили более полутора миллиона гривен. Прошло меньше года. И вот так детская площадка выглядит сейчас. Сказочная крепость, как после бомбежки. Играть в таких условиях 12-летний Павел уже давно не рискует. Сыпаться штукатурка начала уже через месяц после открытия. В городском управлении капстроительства, которое заказывало работы, признают, ремонт провели с нарушениями. И чиновники уже обязали фирму-подрядчика все исправить. Согласно тендерной документации, выполняла ремонтные работы фирма «Элиткарантбуд». Съемочная группа подробностей отправилась по официальному адресу компании. Офис мы нашли, но нужной фирмы здесь не оказалось. Но оказалось, что руководителем фирмы «Карпатская строительная» и предприятия «Тегеран» на самом деле является тот же человек, что и директор «Элиткарантбуда» некий Юрий Шелест. Только за прошлый год его фирмы освоили более 60 миллионов средств из городского бюджета. Жанна Дучак, Зиновия Автонас, подробности, телеканал «Интер», Ивана Франковск. С патриаршим визитом в Украину прибыл католикоз всех армян Горигин II. Сегодня он осветил самую большую армянскую церковь Восточной Европы в Днепре, а накануне фундамент строящегося кафедрального храма в столице и посетил ряд мероприятий армянской диаспоры. Все подробности в материале Марина Григорян. Возле новой церкви имени Григора Просветителя сегодня многолюдно, ведь сам католикоз всех армян Горигин II освящает новую святыню. Первый камень тут заложили в 2003-м. Церковь строили общими усилиями, ведь в Днепре проживают более 50 тысяч армян. Предусмотрели все – помещение, где будет зал для сборов, трапезная, воскресная школа. Возле церкви установили хачкар – традиционный памятник, который есть в каждой армянской святыне. Уже несколько лет тут проводят уроки армянского языка и учат национальной культуре. «Особенность храма в том, что его долго ждали и будут составлять живой частицей этого храма наши прихожане. Вот в чем особенность храма. А слава Богу, что она из камня, из армянского туфа, абрикосового туфа. Да, очень много труда тут вложили наши меценаты, благотворители. Но самое главное, чтобы эти камни ожили молитвой». «Вы понимаете значение этого камня? Это же как частица Армении». «Для нас это очень важно. Ну, не знаю, и для семьи нашей. Да, я думаю, для всех армян нашей области. Именно открытие в Днепре». Патриарший визит двухдневный. Вчера вечером католикос осветил фундамент строящегося кафедрального храма в столице. Кстати, именно эта святыня в Киеве станет самым большим армянским храмом в Европе. Прямо на строящейся площадке храма Горогин II наградил председателя Союза Армян Украины Вилена Шатваряна орденом святого Нерсеса Шнор-Али. Многим достижениям армянской диаспоры представитель духовенства и дипломаты говорят обязаны в первую очередь работе главы диаспоры. «Союз Армян Украины, наверное, в мире это единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами. Посольство, диаспора, наше духовенство тоже. Мы едины». В ходе мероприятий католикоз всех армян Горогин II посетил и квартальную конференцию Союза Армян Украины. Глава Союза Вилен Шатварян вручил ему орден имени Григора Просветителя. Наградили и активного деятеля диаспоры. Это звание получил основатель Киевского международного университета Хачатур Хачатурян. Именно его по армянской традиции избрали крестным отцом храма, который строится в Киеве. Награждали и студентов, и спортсменов. Для них разработали специальную программу стипендий. В этом году Союз Армян Украины признали самой эффективной диаспорой в мире. В Союз Армян Украины есть два фонда. Один фонд используется для строительства церквей, а второй фонд используется для вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие. Нас в этом году признали лучшей диаспорской организацией мира. После конференции участники общались в неформальной обстановке, за торжественным обедом. Там посол США в Украине Мария Иванович отметила, что является другом армянского народа. И много лет проживала и проработала в Армении. Присутствовал на торжестве и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В Союзе Армян Украины своими достижениями гордятся. И уверяют, самые грандиозные проекты еще впереди. Марина Григорян, Елена Миндалюк, Андрей Ярковой, Сергей Еременко, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Дважды переименованный небольшой поселок в Черкасской области, который несколько раз менял свое название за последние несколько лет. Почему местные жители требуют вернуть старую версию? Разбирались мои коллеги. Это маленькое село в Смелянском районе за последние сто лет уже четыре раза меняло название. Для советских властей слово «Ленское» было созвучно с именем вождя пролетариата и его назвали Ленинским. А потом началась декоммунизация. Местные жители собрали подписи с просьбой вернуть селу старое название «Ленское». Но тщетно. Была сходка, подписи собирали все, чтобы по тому старому «Ленское», чтобы было, как пришла, сказали переименовать. Чубовка так Верховная Рада решила переименовать селом. Оно входит в состав Носачевского сельсовета. Председатель рассказывает, жители с негодованием восприняли такое решение. Где у нас сейчас находится Ленское и где находится Корчма-Чуба, которую позднее назвали Чубовка. То есть это две большие разницы. В соответствии, мы не связывались с этим географическим расположением. Громада невелика, 260 человек, но она отставила позицию. 13 марта этого года Верховная Рада все-таки проголосовала за возвращение названия «Ленское». В этом помог депутат Сергей Рудик. Он здесь частый гость. Местной громаде нардеп помогает и в реализации сложных социальных проектов, и в элементарных вещах. Например, сооружение этой детской площадки. Село переименовали как раз в годовщине создания Смелянского района. Из своего избирательного округа нардеп практически не выезжает. Говорит иначе о проблемах местных жителей узнать не сможет. И сейчас одна из главных – это дороги. Только в прошлом году при его содействии в районе отремонтировали дороги более чем на 100 миллионов гривен. Но в основном это трассы государственного значения. Остальные планируют обновить в этом году. «В этом году есть шанс, чтобы мы получим этот прорыв. Я анонсирую ремонт дороги Смели до Каменки. В прошлом году сделали дорогу Смели до Каменки как государственную дорогу. В этом году мы всеми силами делаем все возможное и не возможное, чтобы появилась дорога Смела-Каменка через село. Березняки, поворот на Райгородок и так далее. 30 километров непроездной дороги, где я особо уже был. Планы вполне реальные, уверяет Наргеп и призывает местные власти активно содействовать в их реализации. Константин Рейдин, подробности, Черкасская область. Теракт в Израиле. Автомобиль врезался в группу солдат. Эксперты отмечают рост количества спонтанных нападений, которые практически невозможно ни просчитать, ни предотвратить. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Теракт произошел на печально известном 585-м шоссе. Оно проходит по территории западного берега. Автомобиль с палестинскими номерами врезался в группу военнослужащих. Два человека, солдат и офицер, погибли на месте. Еще двое получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние по-прежнему оценивается как очень тяжелое. За рулем машины находился молодой араб. Он в момент столкновения тоже получил ранения. Попытался скрыться, но после предупредительной стрельбы был задержан. Следствие склоняется к мысли, что теракт был не подготовленным заранее, а спонтанным. И таких, по мнению экспертов, становится все больше. Беспорядки происходят и в Израиле, среди арабского населения Израиля. И среди палестинского населения иудей Самарии. Особенно в Иерусалиме. То есть с обеих сторон зеленой черты. Это значит, что эти беспорядки имеют потенциал переграсти в очень большой конфликт между еврейским населением Израиля и арабским населением Израиля. А также между евреями и арабами на территориях. Армия усилила меры по охране дорог и еврейских поселений. В районе, где произошел теракт, резко увеличено количество патрулей. Туда направлена бронетехника. Там идут тотальные проверки автотранспорта. В деревне, где жил террорист, военные провели обыски и обнаружили там оружие. Выяснилось, что 26-летний араб уже сидел в израильской тюрьме за терроризм и освободился около года назад. Следствие рассматривает только одну версию, что он действовал в одиночку. Такой спонтанный терроризм становится очень распространенным. И это тревожит службы безопасности, поскольку подобные нападения практически невозможно предотвратить. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Сколько стоит самая дорогая в мире конфета? И зачем китайцы запустили флешмоб «Съешь лед»? Обо всем этом прямо сейчас. Не повезло жителям Австралии. На континент обрушился тропический ураган Маркус. Основной удар принял из себя город Дарвин. Скорость ветра в некоторых местах достигает 130 км в час. В большинстве городов не работает общественный транспорт, а почти все авиарейсы отменили из-за непогоды. Людей просят по возможности не выходить из дому. За Мело в Лондоне из-за снегопада и сильного ветра отменили более десятков рейсов. В частности, из-за аэропорта Хитроу нельзя улететь в Эдинбург и континентальную Европу. Сейчас в британской столице идет снег, а температура опустилась до нуля градусов. Странное увлечение. Пользователи соцсетей из Китая запустили необычный флешмоб. Они грызут лед и снимают это на камеру. Чаще на видео молодые девушки, а лед имеет необычную форму или цвет. Такое развлечение началось в китайском приложении, когда многие начали выкладывать ролики с хэштегом «Ем лед». Почему флешмоб стал таким популярным, остается загадкой. В Португалии на ярмарке шоколада представили самые дорогие в мире конфеты. Цена сладкого удовольствия – почти 8 тысяч евро. По словам автора, такая высокая цена вполне объяснима. Для изготовления шоколадного шедевра в форме бриллианта использовались шафрановые нити, белый трюфель и мадагаскарская ваниль. Сверху – съедобное золото, а коробка украшена кристаллами Сваровски. День без интернета. На популярном среди туристов острове Бали на сутки отключили доступ к сети. И все это из-за Ньепи – религиозного праздника, который также известен как День тишины. На протяжении суток верующие должны отвлечься от обыденных дел, заниматься самопознанием и погрузиться в молитвы. Запрет на использование интернета распространяется не только на местных жителей, но и на туристов. Хакерский провал. Житель Сиднея, называющий себя киборгом и биохакером, вшил в руку проездной. Но тот же был оштрафован за безбилетный проезд. Благодаря операции парень может проходить через турникеты, приложив к ним руку. Но он не подумал о том, что в электричках не сможет показывать проездной контролеру, за что и был оштрафован. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин